Привет всем, вот и наконец-то мы доползли до игрового юниорса 10 эпизода. И сегодня, как я и говорил, будут матчи, которые я выбрал рандомно, и за которые вы голосовали. То есть вы голосовали за цифры от 1 до 10, а я сейчас буду смотреть, на какие бои вы, в общем, попали, за какие больше всего проголосовали. Итак, сейчас я зайду в тему. Ну, в общем, здесь я смотрю, что так и осталось за 10 бой, больше всего голосов, 33 их имеется. И, в общем, вот выглядит так карт на 10 бой. И его заказал, вы тоже видите, кто. В общем, у меня захожу 6 человек. Хелленес Эл Армадидон. За кого играть, не сказано. Я буду играть за... Сейчас подумаю. Я буду играть, короче, за сюрприз, наверное. Хотя нет. Я не буду раскрывать, наверное, сейчас этот сюрприз. Я его раскрою на... Суперсмакдауне. Короче, не знаю, за кого буду играть. Наверное, я поиграю за Леснера. Все-таки, все-таки за Брока Леснера. Вот он. У нас... Как я и говорил, что у нас в основном 10 эпизоды. Все будут с Леснером. Но вот в Ро не было Леснера, по-моему. А вот дальше уже пойдет практически в каждом бое Брок Леснер у нас. Так. Я выбрал Леснера. Против нас будет биться сегодня Гробовщик. Как вы уже видели. Triple H. Rock. Где же Rock? Rock. Стив Востин. Это вот я про них говорил, что они практически всегда вместе выбираются. И просятся на бои. И Билл Голберг. Вот так вот. Ну, неплохой бой, но... Вы не видели, конечно, какие я бои выписывал. Ну, вот за десятый проголосовали. Ну, я, в общем, практически все выбирал хорошие. Ну, конечно же, рандомно выбирал. То есть, не какие-то вот там застрял внимание. Но выбирал, конечно же, еще смотря на заказчиков, чтобы не повторялся по одних и тех же. Ну, в общем, ладно. Ну, выходы... Я не знаю, будем смотреть выходы или нет. Я думаю, не надо, потому что в предыдущем бое это видео, точнее, заняло это, ну, продолжительное времени, количество. Ну, а здесь 6 человек. Ну, не надо. Думаю, всех... Все выходы и каждого вы видели. В общем, нажимаем Play. Armageddon, Hell in a Cell. Погнали. Я так выгляжу, как будто я... Дэниел Брайан перерос, так, наверное. Ну, костюм просто немножечко похоже. Ну, по цвету только и не больше. Так, все вы знаете, что я люблю делать на боях в клетке. Это, конечно же, ломать эту самую клетку и залезать наверх. Сейчас попробуем, но я не знаю, сколько это получится, насколько у меня эта идея воплотиться в реальность. Просто все вы знаете, что, во-первых, сломать эту клетку не так уж и легко, потому что тут постоянно сейчас будут реверсировать соперники наши. Да еще и затащить наверх, заманить кого-то тоже долгое дело. Потому что нас тут шесть человек. Не один на один, конечно же. И никто не захочет с нами наверх лезть. Такие у нас мужики собрались. Гигантские все. Мощные. Так, осень что-то со мной все пытается разобраться, но не дам ли мне избить себя от Року. Может быть, и дам, хотя не очень-то мне хочется это делать. Хочется мне Роком сломать клеточку. Ох, ой, чувствую, кто-то мной может сломать клеточку. Но Рок что-то полез мне туда. Вот Билл Голдберг ко мне пришел в гости. Что-то я просмотрел. Три было финишера? Да, три осталось. У Рока. Вот еще и у Остина есть финишер. Еще-то ко мне то приходят, то уходят. Давайте, кто следующий? Кузнекс. Нам, кстати, главное не... У, Станнер! Станнер принимает Рок. В общем, нам главное быть внимательнее, чтобы не упустить момент, когда кому-то будет делать удержание. У Остина есть еще два финишера. Может быть, еще он сделает Року в какой-нибудь приемчик. Так, германский суббекс. Неплохой Рок мне бьет лицо. Улыбальник. Так. Фух. Кривовщик спасает матч, а то матч бы получился две минуты, а это было бы очень стрёмно. Шесть человек, такие крутые чуваки, и было бы все очень печально. Ну, я даже не знаю, после такого сваливать мне за пределы ринга пытаться разбить клетку или нет. Ну, я думаю, если мы одного отсюда вытащим, то четыре человека-то уж точно уследят за тем, кто делает удержание. А блин, плохо, что стоит у Леснера забрасывание обратно рестлеров, когда они стоят за пределами, ну, за канатами на ринге. Придется по-другому чуть-чуть выбрасывать их. О, и там кто-то у Гробовщик летает и сразу поднимается. Да блин, мне не нужен Гробовщик. Вот, триплэйши выкинули. Так. Блин. Здесь не сломается клеточка, нам нужно немножечко подальше отойти. Правда, триплэйши мне вообще ничего не дает сделать. Во! Финишер, и нам бы триплэйши пониже. Правда, он сам запускает сюда. Отвали! Смотрите, что творит. Совсем он не хочет быть побитым. Ну, кто этого хочет, конечно же, никто. Но, блин, он мне не даст провести мне финишер. Так, все. Сейчас он сто пудово пропадет. По-моему, уже пропал. Да, так и есть. Злодейский триплэйши. Я не люблю, когда план нарушат. Но, кстати, напомню, что здесь уровень легенды сложности стоит. Вот реверс, но уже поздняк. У меня уже финишера нет. Билл Голберт там, по-моему, проводит хаммер слэм. Да, так и есть. И у него, кстати, он с удержанием. Трипл, трипл, там удержание. Фух, снова гробовщик спасает бой. Да, блин. Зря я слезал с триплэйшем. Но, видимо, так же будет у нас с Эммерслейми, когда они встретятся с Броком Лесером. Ну, кто его знает, что будет. Может быть, Лесном уничтожит триплэйши, но я не берусь сказать. Вот тут уже и сам гробовщик делал удержание. Ну, не вышло у него ничего. Так, нам надо забраться с триплэйшем. Вот почему я не могу так же месить, как вот меня, вот, знаете, когда я ничего не могу поделать. У, классный бейкбут. Вот я избиваю триплэйши, он сразу реверсирует и бьет меня локтем. И еще, может быть, сейчас разобьет мной клетку. Правда, не получилось у него. Он раскидывает мои руки в стороны. Так, что-то там гробовщик, суплекс проводит. Блин, мне бы взять кого-нибудь. Поцарапаем спину в гробовщику. Зря мы что-то здесь все замесились. Я, кажется, чувствую, что сейчас Остин или Билл Голдберг сделают кому-то удержание друг к другу, точнее. И бой закончится. Но я не хочу такого. А, я что-то залипаю в сетку. Я просто шпиль кнопки, я думаю, я валяюсь. Так. Да, блин, отстань. Типлэйш что-то совсем охренел. Получает он такой прием. И есть у меня сигнатура. Кому провести? Можно тебе гробовщика? О, ты гробовщику лицо просто разбил. Во! Рок-рок! Отлично! Сейчас будет у нас открыта дверь в счастье, наверное. Эй-яй-яй! Нет! Да, блин! Сраный Билл Голдберг, жадный до побед, побеждает в этом матче. Ну, извините. Я здесь ничем не мог помочь. Я пытался забежать, и я не виноват, что все с нами столпились наверху. А я вот так сильно хотел провести их пять с клетки, чтобы кто-то вниз улетел. Ну, блин. Ну, реванш нажимать, я думаю, не очень будет хорошо. Потому что я сейчас буду опять 500 лет пытаться с клетку эту разбить, сломать от крыси. Ну, блин. Вот, смотрите. Голдберг возборился тем, что спасатель-гробовщик был отключен и победил. Ну, ладно. Такой получился матч первый. У нас еще впереди два, я думаю, не менее классных боя. Даже более классных, чем первый. Итак, смотрю я в тему и вижу, что второе место у нас занимает седьмой бой. Номер седьмой у нас вот этот вот бой. Ну, как я и говорил в предыдущем видео, что будет у нас тут один человек, который должен быть в паре. То есть, как вы видите, Рок отсутствует в этом списке, а Осин присутствует. То есть, три рестлера, как я опять-таки говорил, из предыдущего боя, который у нас только что был, будут присутствовать. Короче, заходим. Еще там 2 на 2. Да, 2 на 2. Ну, обычный матч попросили, но я даже... Не знаю, я придам ему какой-нибудь крутости. А давайте-ка в этот же Hell in a Cell мы зарубимся. Или Extreme Rules, я даже не знаю. Давайте я так вот пошпиль, вверх-вниз отвернусь. Где будет... К чему будет ближе, то мы выберем Hell in a Cell, либо Extreme Rules. Окей, до Hell in a Cell 1, 2, 3, 4. До Extreme Rules 1, 2, 3. Extreme Rules, в общем, выбираем. Я думаю, так будет и даже правильнее, потому что предыдущий матч у нас был в клетке. Зачем делать еще один в клетке? У нас еще будет SmackDown, я думаю, там, по-моему, тоже кто-то убирал в клетке. Сейчас гляну тут в теме. Да, Hell in a Cell у нас в том месте, как раз-таки Елеснер, это был, убирал Антон. Бой такой. Ну ладно. Так. За кого играть-то там нам? Нам надо играть. Без разницы за кого. Я поиграю за... Даже не знаю, за Браза, за Софт Дистракшн. Нет, я поиграю за Triple H и Стива Остина. Окей. Выбираем Остина, я хочу за него. Triple H. А. А, нет. Все-таки я чуть-чуть не прав, потому что Extreme Rules не сделать у нас 2 на 2. Нам же нужно Tech Team. А, не кажется, сам за себя. Поэтому... Поэтому, поэтому... Table Tornado Tech. TLC. Давайте TLC Tornado Tech. Я возьму вот такой бой. Раз уж не попросили никакого именно конкретно. Ну, в общем, беру Остина. Остин, правда, у него нет никаких бомб, чтобы мне кинуть на стол. А, нет, здесь же чемодан, поэтому без разницы. Ладно. Стив Остин, Triple H против Кейна. Маскет Кейн. Кстати, костюмы... Костюмы. Что у нас там с костюмами? У Triple H. Ну, костюм есть, но... Там изменений вообще почти, по-моему, нет. Я даже не помню, что там... А, там трусы, видите, там крест синий. Ну, ладно. Это так, мелочи, я просто забавлялся. Кейн. Кейн. Тот же костюм, другой. Таталл в матче, нет, не просили титул, поэтому я и буду ставить титул. Командники. Поярче я ему чуть-чуть костюм сделал, но не особо-то он изменился. Цвета все те же. Окей. Все готово. Тиоси торнадо тек. Отлично выхода, не буду посмотреть. Хотя можно было. Ну, ладно. Погнали. Сразу бы кому-либо и станнер ответит. Но не, я сначала набью лицо. Одному из братьев-разрушителей. Трипалыч сразу берется за дело, забрасывает в лестницу на ринг. Ну, видите, там у Трипалыча голубенькие кресты, вот эти, на локотниках, на ботиночках и на торселях. В общем-то, больше я ничего и не менял. Вот, у меня удалось реверсировать. Сейчас я бью лицо гробовщику. Так, что бы с ним еще сделать? Ого, это что? О, это пайлдрайвер такой. Ну, мне больше привычно техас пайлдрайвер. Потому что, ну, в игре он так называется, техас пайлдрайвер. Хотя он у каждого по-разному называется. Пьюлинг, или как-то пилинг, не помню как. Пилинг пайлдрайвер, или пьюлинг пайлдрайвер. Назывался он у, как-то у Джека, то есть у Микафоли. Ну, в общем, ладно. У меня, кстати, в видосах недавно я добавлял этот прием. Ну, в общем, ладно. Неплохой прием, но мне нравится. Когда чувак ходит башкой. Вообще, все пайлдрайверы, они очень неплохие. Вот тот же Том Стоун, тот же ведь пайлдрайвер, если вы, может быть, не знаете. Ну, ладно. Я думаю, знаете, ну так, кого там финишер, это у гробовщика. Нам нужно скинуть кейна, а то он что-то борзеет. Отлично, прям на угол ринга. На кого бы прыгнуть, например, на гробовщика. Трипал Иш, давай внимательно, не закинем, смотри. А то он что-то разбушевался. Кладу мне бы тоже смотреть нематильнее, потому что там у нас гробовщик полез. Погоди, Трипал, да блин, я залезть хотел. Думаю, может быть... Ой, лбами столкнулись. Я думаю, может быть, гробовщика я смогу скинуть на стол, который я там поставил. Что-то мы, по-моему, мешаем друг другу. С Трипал Ишем. Так, Кейн хотел стырить мой стол, который я поставил. Видите, вот у меня, по-моему, в каждом матче мне планы рушат. А вот гробовщик опять-таки полез. Походу. Слышь ты, погоди меня. Ой, он реверсирует. Нет, только не скидывай, пожалуйста. Блин. Трипал. Хорош. Трипал Иш спасает ситуацию. Правда, я чувствую, сейчас гробовщик скинет Трипала, поэтому я очень насажен на яичные качели гробовщика. О, мама! О, мама! Так, Кейн достается. Ой, забирает он у меня лестницу. И получает бульдог. Полез Трипал Иш, но я не хочу, чтобы этот матч тоже быстро закончился, поэтому я, если еще и Трипал Ишу помешаю, правда, будет очень плохо, если не помешать Трипал Ишу. Мне помешает кто-нибудь из Браза Софт Дестракшн, и мы проиграем еще. Тапчу я там Кейна в углу, показываю ему средний палец, и еще один удар на добивание. Полез опять гробовщик, а я опять провожу этот Пайл Драйвер. Бабах, полетел вниз гроб, а Кейн злится и может напинать кому-то. Так, Трипал Ишу, пожалуйста, слезь. Ой, зря я полез. Нужно встать. Попробую я сейчас гроба херануть, чтобы, блин, чтобы плохо. Не то получилось. Оу, у нас тут Рэнди Уортон сбегает. Что ему надо, я не знаю. Не помню, кто с кем. Фьюдит там у нас. Поэтому боюсь предположить, кому выбежал. А вижу я, что на Кейна полез у нас гробовщик... Оу, Рэнди Уортон. Я вообще-то попробую на стол прыгнуть. Не получилось. РКО проводит Рэнди Уортон к Кейну. Может быть, сейчас еще и гробовщику достанется? Давай РКО, пожалуйста. Нет, реверсирует. Все-таки гроб, он не такой уж и... поддавчивый, что ли. Под прием. Короче, навалял на Рэнди Уортону. Я думаю, Уортон еще пройдет свое РКО. У нас тут опять гроб полез. Нужно его скинуть. Прямо с рощняка. Блин, жаль не на стол. Я вот не знаю, как вот пользоваться правильно. Скидыванием, чтобы скинуть туда, куда надо. Суплекс неплохой сейчас провел Трипал-Х Кейну. И опять полез Трипал наверх. Ну, блин. Погоди ты. Да из-за чего? Я еще не все сделал. Завалил я Кейна и... Быстро у нас получается матч. Блин, не люблю, когда у нас рушат планы. Да тем более, если это еще за меня. Я даже ничего не успел показать, что я хотел. Блин. Я надеюсь, что третий матч будет еще лучше, чем первый и второй вместе взяты. Такой вот получился второй бой. Опять-таки, спонтанный, быстрый. Ну, я думаю, вы меня не будете винить, потому что я... Ну, что я мог сделать? Я был увлечен сигнатурой своей и... Блин, задумкой, как бы скинуть кого-нибудь на стол, который стоит у меня справа. Ну, ладно. Стырил чемодан Трипал-Х. Я не знаю, что ему даст. На Хелму Сэлова его гробовщик покарает. Ну, и смотрим, что у нас третий там по голосам. А, в общем-то, здесь ничего не изменилось с последнего моего видео. Никто, видимо, так и не голосовал. За другие варианты. Шестой у нас также остался с десятью голосами, а вот четвертый с одиннадцати. То есть, мы... Я смотрю в свой блокноте, какой у меня четвертый бой. И это вот этот вот бой. Опять один участник, который был в предыдущем матче. Ну, а второй участник новенький. И все меньше и меньше у нас народу с каждым матчем. Короче, ладно, заходим. Хелму Сэл. Опять склетка. Блин, сейчас, по-моему, карта была спойлерная, да? Я думаю, вы уже спалили то, что я скачал. Ну, и все такое, еще и на первом, сразу же, десятом юбилейном выпуске. То есть, да. Как вы видите, я скачал Лорд от Энсайя. Ну, это все будет в последнем бое с Макдауном, с этого эпизода. Ну, ладно. Заходим один на один. Хелму на Сэл Матч. Мне не сказано, да, ведь, за кого играть. Ну, да, я буду играть... А, нет, сказано, да, рейтинг, то есть, за Эджа. Я буду играть за Эджа. Ну, я бы за него и так играл. Окей, Эдж. Белый костюм. Никто не написал, нравится или не нравится, ну, я такая старая. Хотя нет, я возьму ему футболку, которую я подредактировал. Ну, тоже чуть-чуть. Ну, окей. Давай, выдарайся. Поярче я просто ему футболку сделал. Собственно, и все. Так, ну, здесь нам еще предложили арену взять другую. Мне кажется, что если я возьму другую арену, то у нас не засчитается матч, как на суперстарости. Хотя, хрен знает. Я вот путаюсь. Путаюсь с этой хренью. Ну, ладно, возьмем Брагенрайз. Где она? Вот она, Брагенрайз. Мне, если честно, тоже нравится эта арена. Такая красно-синенькая, такая забавная. Ну, ладно. Что нам там предложили? Разбить лицо. Ну, это я всегда стараюсь сделать. Что ж так долго? Костюм, что ли, грузится? Личное хз. Ну, может быть, арена. Ну, ладно. Здесь посмотрим выходы, хрен с ним. Нет, суперстар, все нормально. Бой засчитан будет. Просто мне почему-то казалось, что если другую арену выбираем, то бой засчитывает как на... Вообще, левый просто. Ну, вот он Эдж. ВОЛЛД ХЕЙВАЙ ЧИМПИОН. Хотя бы поезд за рубашку не залетает, как у... Мика Фоли. Все видно отлично. Там, может быть, еще потому, что поезд не дефолтный. Четкий выход, который же мне нравится. Ну, вот жаль, что идея с плащом действительно прервалась, и ее нельзя никак воплотить в этой игре. Нельзя вставить лишние предметы РСРом в арсенал предметов. Ну, одежды. Можно только менять свет с существующей уже одежды. Ну, и ладно. Кейн у нас тоже с поездом. Так что, не особо-то он отстает от Эджа. Ну, правда, у Эджа покруче поезд будет. ВОЛЛД ХЕЙВАЙТ. А у Кейна ТЕГТИМ ЧЕМПИОНС. Чемпион, точнее... Чемпионшип даже, вот так. Он с Кейном... О, и с Гребовщиком у меня здесь, по-моему, ТЕГТИМ ЧЕМПИОН. Ну, ладно. Бои за титул я только приветствую, поэтому заказывайте. Хотя, правда, тема еще до сих пор закрыта. Я, кстати, как и обещал, ее почистил немного. Может быть, у кого-то еще и не спалил там три подряд видоса. Ну, по крайней мере, что так посмотрел, вроде не нашел. Там есть как раз вот именно чисто три, а четвертого нет. У многих... Ну, ладно. Все равно... Был 11 страниц, стало 10. Не особо много очистилось, но ладно. Я где-то бои 5, боев 5 и 6 почистил. Но там один чувак просто подряд штук 8 написал им. Сразу минус 5. Ну, не, может побольше там. Все равно страниц не особо много очистилось, но ладно. Короче, бой у нас уже идет. Джинсы я, по-моему, тоже я же немножечко по-другому замутил. Были они у него, ну, синие или какие-то там темные. Сейчас вот серенькие такие, в футболочку поярче. Также, кстати, бот у него были какие-то туфельки там стрёмные. А сделал я типа кедосов или что-то типа того. Все, я сразу вниз полетел, кенчатый мне... Но не дает он мне начать свою нормальную атаку. Запустил клетку. И получил... В табло, в табло, в таблетку. Короче, не получилась рифма. Таблетка не звучит. Ну, звучит, но... Бессмысла. Запустил в клетку, получил таблетку. И, ну, имеется в виду лицо. Ну, ладно, хрен с ним. Не удалось мне состарить. А я... Да все, отвали. Сейчас Кейн вынудит меня взять стул и напинать ему по лицу. Даже не напинать, а натирачить. Блин, совсем еще не дает сделать. Вот, нелепая ошибка Кейна. Я его используюсь, правда, не туда я побежал. Берем стол. Да блин, стул. Все-таки мне хочется столы. Больше столов. Ой, забрали у нас столик. Да блин, опять столик. Стульчик. Я побегаю. Эй, мэн, я здесь. Оп. Я здесь. Отлично. Правда, у нас как-то поплющило. Отлично. Четкий удар. Баба, по ноге. Что-то, если честно, то уже хочется свежей игры, а то, по-моему, мы уже все абсолютно соки из одиннадцатой СЛР выжили. Может быть, уже кому-то неинтересно смотреть, кто-то уже запарился, слушать меня, ну, не знаю. Вот я попробую разнообразить настоящим боем, хоть просмотры, ну, одного боя, как-то, я думаю, вам будет мало. Хотя, я вот летом постараюсь побольше боев настоящих делать. Я не знаю, вообще, вам нравится, вы сейчас смотрели мои старые видео с комментариями, ну, настоящие, конечно, ну, не знаю. Мне бы еще вот получше микрофон, я уверен, что многие так хотят, но не знаю даже какой. Если взять обычный какой-нибудь микрофон, то он тупой, у меня будет голос, не знаю, голос будет нормально слышно, но малейшее дыхание в этот микрофон и все, словно тайфун поднимается, и меня не будет. Ну, будет слышно, конечно, но будет очень тупо. Каждый раз я буду, когда дышать, и будет так шшшшш. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому, если брать подороже микрофон, то я не знаю. Вот у меня есть один, я брал не особо дорого, я брал, там, рублей за 150 хороших. Он как бы работает, я его, я с ним даже записывал первый самый свой бой с комментариями, ну, начало только, если вы помните, Triple H против Криса Джерико, там, не помню, какой, 2000, но его, нет, не помню, Пайпер Ю, как там называлось, но, по-моему, его сейчас нет. Вот, короче, там начало вроде нормальное, но я 500 раз перезаписывал, очень много раз перезаписывал, допустим, говорение, как бы говорил нормально, но перезаписывал из-за того, что очень тихий микрофон. Я не знаю, в чём дело, но он очень тихий. И поэтому я даже не знаю, если брать студии, то они стоят, там, тысяч по 9, мне, мне сейчас пока, ну, блин, не вариант брать, короче, за 9000 микрофонов, раньше того, чтобы записывать игры. Сейчас мне надо будет, хотя бы, я не знаю, и ведь я даже себе игру не могу купить, но, ну, почему, ну, могу, но, блин, не знаю. СВР-12 я не хочу покупать, посмотрим, может, летом заработаем бабло, но микрофон я не хочу покупать, он, ты, ну, нормально, ну, самый нормальный, может быть. Они эти идут все, как их, студийные, мне зачем студийные, я ещё петь буду, что ли? Чё мы там пели, я уже забыл. В общем, было дело, когда я пел какую-то хрень, когда выбирал рестлеров. Мисс, мисс, где же ты, мисс? Хреново, я пою, конечно, но сейчас сделал я ошибку, сделал Феджемэтик Кейну, перед этим вырубив Кейна. Точнее, не Кейна, а что-то я, по-моему, не точно сказал, сделал Феджемэтик Кейну, да, и вырубив рефери. В общем, ладно. Короче, тема с микрофоном остаётся открытой, я даже не знаю. Ну, надо будет купить, но ещё и у меня в городе, хрен найдёшь, магазин, где есть нормальный микрофон. Есть там, знаете, такие, так, за 100 рублей какой-нибудь говёный, там, не знаю, пластмассовый, продаётся, мне зачем? Вот Лёха вот записывал видосы, комментировал, он с наушников, с микрофоном. В общем-то, слышно его нормально, я не знаю, по крайней мере, нет таких вот, как они там называются, гудений, что ли. Когда я вот громко говорю, начинаю, вот как бы голос громко делать, трещит микрофон, я думаю, вы это заметили, и вам неприятно. Мне самому неприятно, когда я смотрю свои видосы, вот эти гудения, когда я вот начинаю тональность повышать, ну, когда что-нибудь очень эмоциональное происходит в бои, и вот этот момент меня бесит. Из-за этого я, кстати, очень много перезаписывал настоящих боёв, которые уже вот с этим микрофоном, которым я часто пользуюсь. Вообще, у меня это не микрофон, а вебка, поэтому вот так вот. Ещё и звук такой глухой, знаете, ну, в общем, мне не нравится. И вообще, я хотел не записывать, ну, когда ещё, ну, наверное, месяца 3-4 назад я не хотел записывать видео, только из-за микрофона. Ну, сейчас уже записываю, ладно, я думаю, вы привыкли уже к этому сторонному голосу. Даже не знаю, какой микрофон взять. Был бы там какой-нибудь, хотя бы, ну, за полторы, что ли, нормально, чтобы вообще было. Я бы купил, наверное, а за 9 тысяч это надо, не знаю, хорошо подумать, чтобы покупать. А то вдруг я куплю микрофон за 9 тысяч, а потом отпадёт желание записывать видосы. Ну, это вряд ли, конечно, произойдёт, но кто его знает. Может, у меня совсем времени с учёбой не будет, и микрофон будет красоваться, стоять, а мне будет нужно бабло на учёбу. Хотя я надеюсь на то, что я поступлю бесплатно. Вместо этого я должен сейчас сидеть, учить, всё повторять, а я сижу играю. Ну, ладно. У меня ещё будет самая задротская неделя. Это вот с 25-го числа. Поэтому, ребят, сразу скажу, что после 25-го числа, мая, конечно же, я не буду заходить и записывать, ну, заходить в игру и записывать видео, это точно. До, сейчас скажу, до 7-го. У меня с 7-го последняя проб, ну, не пробная, а последняя ЕГЭ, это математика, с 7-го числа. И после 7-го я уже начну, может быть, дальнейшее записывание видосов. А с 25-го по 7-й я буду в отключке, я буду усердно готовиться, я, наверное, даже в ВК не буду заходить. Подумывал даже о том, чтобы удалить свою страницу, ну, не, я не буду такого делать, я просто не буду заходить. Ну, буду, наверное, ну, так, знаете, проверить, как там мои любимчики в группе поживают, всё ли круто. Да, да ещё и в это воскресенье у нас Pay Per View, ну, конечно, оно до 25-го числа идёт, а не после. Ну, я не буду смотреть овервайлимит в онлайне, если кому интересно. Ну, сами понимаете, учёба. Да и в понедельник у меня в школу, так что не вариант смотреть в онлайне. Ну, сразу прошу спойлерить, пожалуйста. Блин, я считаю, тут дерусь-дерусь, как бы базарю, а не понимаю, что происходит на бой, просто как-то на автомате играл сейчас, провёл даже финишер с сигнатурой. Отлично, вот сейчас бы ещё клетку разбить, будет самый смак. А я... Блин. Чё-то мне, походу, совсем далеко до сигнатуры ещё. Кейн пока мне вообще ничего не даёт сделать здесь. Вот, шпилит меня, я даже не могу сервисировать, а вот... Блядь, а вот когда я так шпилю, так сразу после второго, после первого удара уже блокируют мои дальнейшие действия, и всё, я ещё не могу сделать. Как я, смотрите, так осталось, и мне сразу валяя, ну, пытается навалять кейн. Давай проводимся, сигнатуру, я даже буду рад. Давай. Ну, я ещё, да, блин, не для этого, чтобы ты не посракал пенал. Давай сигнатуру, я тебе развернусь даже. Ты чё? Тупица, а? Проводи. Идиот. Нахрена ты так делаешь? Ооо. Неплохо, я неплохой приёмчик. Чё-то я не помню, чтобы я Эджем такое делал. Ладно, облдроп, может быть сейчас получится мне супердоминацию включить. Эджематик. Хей, what's up, game. О, нифига он. Ааа, сигнатура. Поближе, пожалуйста. По-моему, мне не разобью. А, или да, или да, или спир. Отлично. Но перед тем, как лезть наверх, я... Как бы самому не улететь после кончок слэма. Ооо, мама! Бах. Сигнатура. Этпээджикюшн. Щётка прям таблом в клетку. Ой-ой-ой. Как я бы... Вниз, нет, не хочу! Всё. Чё, к слэмой мне... Крендец пришёл. Правда, вот, не люблю, когда здесь не показывают, как летишь вниз и ударяешься об столы. У меня Кейн ещё как говно попинал, сейчас. Вставай! Эээээч. Он плачет. Нет, все отлично, я ж мужик. Полезли, блин. Чё-то мне не нравится, у меня он телефон звонит. Ща, пока тут лезу. Ждём Кейна. Но он считает, не торопится к нам В гости идти на крышу На Карлосон Вот, наконец-то лезет Сейчас бы сразу, так знаете, по пальцам ударить Кейну Чтобы он не сулетел А, погоди, я отойду Да погоди, я телефон достану Так, мне нужно его, кстати, подальше Чтобы не гудело опять Как в предыдущих видео было Нет, мне сюда не звонили Так, куда было? Сюда положил Эй! А, все отлично, я уже думал, я уже Готовлюсь раскрыть парашют, чтобы вниз улететь Нет, все отлично, пока Да, все хорошо, забей на меня Кейн Знаете, так столкнуть бы его и вниз, и все Попробую я, может быть С этой стороны его скинуть Просто вчера На Ро пытался, там, не помню, как он бой В Каллосон тоже Скинуть, у меня ничего не получилось Оу Оу На тебе Оу Дробкик не удался Да хорош Оу Сигнатура есть у Кейна На Сигнатуру я ему ставил Чёк с вами Струмбак Ну, я уже говорил А, вторую ему оставил Да, блин, смотрите, у меня вообще полоски нету Ну, чутка Краполя есть Реверсировать Оу, удалось реверсировать Ура, ура Бэкбрейкер Вот такие нравятся Ура, ура Ну, что он тоже реверсирует А вот и я А вот такие Это счет, валит Та-та-дам-та-дам-дорога Джу Ди Ди Вали туда Вали туда Вниз, вали А почему Здесь, видимо, нельзя скинуть Ну, блин Или можно Может быть, надо чуть На центре Опять-таки Оу Удар в пак Ну, я уже Одно обещание сдержал Это Но последний матч Получился, по-моему Дольше, чем оба предыдущих Но я могу ошибаться Возможно, так и есть Так, ну вот мы почти, по-моему, на середине Что еще надо? Попробуем Ну, не знаю Надо прямо на краю стоять Или как? Я просто не вкуриваю чуть-чуть Нет, видимо Здесь нельзя Ну, может быть, далеко Опять-таки стоим Где там середина? Вот здесь надо скинуть Да Попробуем Кстати, по-моему, я Почти выздоровел Уже Все, отлично Все, полетел Кейн Отлично Там вот столов бы не хватало Да, я думаю, вы со мной согласитесь Я пока покрасуюсь тут Вот у меня уже есть пир С удовольствием бы провел его А, ну мы можем слезть Почему бы и нет Эй, мужик Сейчас будет спир Бах Действительно, гарпун Я даже подниму Кейна, чтобы Он быстрее залез Ну, отлично Ну, зачем ты обходишь? Лезь тут О, хорош Теперь пора Ломать Крышу Клетки Может быть, тебе эджикюшен отсыпать Кейн? Я был бы не против А ты? Окей, мы видим, он против Сейчас, дедитишечку Так, клетка начинает потихоньку мяться Голова Кейна тоже начинает потихоньку мяться Так Ой, реверс Опять этот прием Сейчас будет еще чуть-чуть поломана клетка Да, видели сейчас вы Наверняка, что погнулась Она и эджикюшен После которого Полетит вниз Кейн Эй Ты чего не летишь? Так нечестно О, о, о Сейчас я его разверну и сделаю спиро вот так вот Ах Блин, ступил я Я забыл про то, что наоборот все делается Ну ладно, я сейчас тогда накоплю на еще один И сделаю так, как я задумал Не буду я сейчас на центр делать эджикюшен Там или что-то типа того О Просочился Кейн сквозь решето Эджикюшен Вот уже сигнатура подоспела А вот и удар в пак подоспел От Кейна Блин, нужно Чтобы он нам ничего не провел Чтобы мы не улетели Эй, не, 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 не Не хочу вниз Сигнатуру не желаешь? Отлично, хорош Так Вот теперь поднимаем Кейна Нам нужно стоять Нам нужно стоять здесь Криво, правда Да Не улетает Кейн Что, и копим на еще один спирт, что ли? Или Или пофигу, или Нет, не хочу я Я не хочу вниз Вот там один сектор, и все И сектор шанс на барабане И один летит вниз А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Опять эджекюшен И сейчас будет Осом Вот, подвинул я даже кейна Заходим с этой стороны, разверну Эй, эй, нет, 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 нет Отпусти Нам нужно забежать с этой стороны Да ёпты Ты чё, гонишь, что ли? Нет, 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 так не вниз Это чек-слэм? Ну ладно, я думаю, это обычный слэм Ну ладно, тут же будет чек-слэм, всё-таки кейн Нет, только не разворачивайся Нет, нет, хорош Чё-таки я разошёлся Так, и бойся, сейчас меня подтаскивать и проводить свой чек-слэм Видимо, да Да ты чё, дебилок, что ли? Да блин, я даже сриверсировать не успеваю Опять Я, видимо, накаркал Да команда, действительно Забей уже на это Вот, клю Кейн Сак Няу, оу, фу, как так Фу Боги рестлинга меня спасли, я не улетел Я уже готовился раскрывать скрылья Ну или парашют, как я уже говорил ранее Да блин, почему у меня такой долгий замах Ладно, лети Не дождусь я, видимо, спира Ммм, так, чтобы ещё сделать, ещё нужно взять лесенки Эй, взять лесенки Одну взяли Возьмём ещё, я хочу спир На лесенки Вот так Копим, копим Так, пойду я ещё стул возьму Чтобы, может быть, эджикюшн на стул А, здесь кувалду у нас Не-не-не-не-не Блин Подглавил меня Кейн Сейчас буду делать движение, я проиграю, да, вот Будет охереть Охереть как Не знаю Охереть не встать, вот Стул, стол не для тебя, Кейн Стул для эджикюшн Правда, это тоже для тебя Считается Ой, простираю Блин, где стул? Я из-за тебя Кейн стул потерял Давай, лестница скачет, я их тогда Эй, я не то хотел сделать И здесь тоже не то Ладно, тогда Вот так Ой Где идти, но это не так, я хотел не так Подзатянулся щитобой Может, хрен с ним с этим спиром Ух Ну Ладно Одну лестницу нам хватит А куда ты далеко из кидает Стул Во, может быть, сейчас что-нибудь Типа того, замутим Блин Ну идите сюда, ёп Отлично Не попадаю Кейн забирает лестницу Во, что я знаю, что делать надо Диди И эджикюшн Так Отлично Поведем отсюда Повернем Кейна и Спир Ну, на лестницу должен уйти Не, здесь такое, видимо, не предусмотрено Делаю последнюю штуку, которую хочу Ну не так, ну ладно, удержание Раз Два Три Я победил, ура Учитывая, что первые два боя у нас были Испорчены То Трипалэйшем, то Биллом Голдбергом Ну, не знаю, как оценить полностью Этот Самый Юниверс Это самый Суперстарс, точнее Конкретнее говоря Ну, в общем, ладно Таким получилось, таким получился Кстати, колок у Эджи сейчас был раскрывавлен Я видел Видимо, от лица Кейна Хотя я не помню, чтобы у кого-то разбивалось лицо Но у меня точно не разбито Ну, ладно Кстати, я даже не знаю, что сделать с Боями, которые я остальные в блокнотик вписывал Может быть, я их Запишу В следующем Суперстарсе Может быть, я их просто оставлю Когда иду, тогда иду Ну, не знаю Подумаю Может, сами как-нибудь думайте Ладно Такой получился Юниверс С Монтанной И, в общем, вот эти матчи нам без разницы какие И Смотрю я в тему И Называю карт Карт На смокдаун, напомню Составляли у нас админы Павел у нас выбрал матч Джефф Харди Эдж и Кристиан Против Панка Шеймуса И Леснера Элиминашн Тег Антон у нас выбрал Батиста против Брока Леснера Хэлл НСЛ Серега выбрал матч Брок Леснер Против Билла Голдберга Против Рока Против Джона Сина Тил Си Или Хэлл НСЛ Ну, я, наверное, Тил Си возьму Хотя, хрен знает Трипал еще у нас Там не присутствует Отлично Значит, я возьму Тил Син Ну и Бой от меня Билл Голдберг Против Джона Сина Опять, кстати, Голдберг Вот я его поменяю Поменяю Даже не знаю на кого Может быть, на экспак Которого я убрал Вместо Новичка Ну, ладно В общем, Билл Голдберг Против Джона Сина Против Дэниела Брайана Против Вопросики Против Вопросики Против Вопросики Вместо Вопросиков Новички Двоих Двоих из которых Вы уже видели Был бы, наверное, забавно Если бы я сделал Всех новичков Вот сейчас я намекну Я не знаю Помните вы или нет Вот из карды Которые я так что Назвал Не три новичка Вместо Вопросиков А их четыре То есть То есть Додумайте Не знаю Додумайте или нет Ну, было бы интересно Если бы кто-то Додумался И догадался И написал в комментариях Короче Голдберга я наверняка Поменяю Может быть я сейчас Кого-нибудь скачаю Кого поставить Вместо Голдберга А если я никого не скачаю И никого-нибудь не вспомню То Икспак обратно верну Короче Карту вы можете В любом случае Посмотреть На десятых В теме Десятой юбилейной Обзор на прохождение Юниверс Я сейчас заскриню Чтобы Все вставочки Делать В начале видео Потому что я как бы Говорил И конечно Не было еще вставок В программке Сейчас вставлю Короче, ладно Всем спасибо За просмотр Всем спасибо За Заказы Которые вы делаете Правда Их очень До хрена И Если я даже И буду Делать То я Не знаю Когда я закончу Все Может быть Мне тему Придется Закрыть Когда нибудь Там летом Я не знаю До конца И Пока я со всеми боями Не справлюсь А Хрен знает Может быть Я и оставлю их И буду уже Записывать Даби Даби 13 Если я куплю Будет оно осенью В общем Ну ладно Thanks For watching Спасибо за просмотр Всем пока